Продолжение следует... 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 И расходы на организацию обязательного медицинского страхования в Республике за счет прочих поступлений в бюджет фонда исполнены в сумме 118 миллионов 288 тысяч рублей. На дополнительное финансовое обеспечение оказания приличной медико-санитарной помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с удовольствием на карьер, выгодили направленные средства в размере 10 миллионов 948 тысяч рублей. На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и продлению ремонта медицинского оборудования было направлено на 25 миллионов 743 тысяч рублей. Остаток средств на едином счете фонда по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 75 миллионов 144 тысяч рублей. Остаток финансовых средств подтверждается выпиской в управление Федерального фронтачейства Республики Камытия на 31 декабря 2022 года. Ситуация кончила? Хорошо, что уложился. Во времени. Пожалуйста, вопросы. Уважаемые коллеги, как мы определились? Вопросы по теме, пожелания, по теме принятия документа. Пожалуйста, вопросы. Все задали. 4,5 часа комитет заседал бюджетный. Что только не обсудили там. Но полезно. Значит, видите, вопросы у доживения. Пожалуйста, согласен. У меня ряд уточняющих вопросов, согласно заключениям, которые были представлены. Скажите, с чем вызван дефицит бюджета Терфунса по итогам 2022 года? Коли изначально в той редакции, за которую голосовали депутаты, дефицит был ноль. Сегодня он у вас уже в динамике и существенный. Это один вопрос уточняющий. Второй вопрос. Расходная часть бюджета у вас исполнена почти в полном объеме, но тем не менее у вас финансовое не отражено, отражено не исполнение по финансовому обеспечению, подразумеваемого, нормированного, страхового запаса, и финансовому осуществлению денежных выплат стимулирующих характера медицинским работам. При этом вы пишете в пояснительной записке, что потребностей и заявок со стороны медицинских организаций не было. И третий вопрос, Сергей, короче, увлекает себя. Скажите, чем вызвано уменьшение нормированного страхового запаса в РАЗы? Почему задаю этот вопрос, общаясь с нашими гражданами и заявителями? Этот вопрос я уже поднимала. Была попытка со стороны профильного министра здравоохранения отреагировать на эту ситуацию, но никак не увлечалась успехом. Часть того, что нашим жителям практически рекомендуют оставаться в лечебных учреждениях республики, не предлагая свободной порядки, который запрещен в том числе и позиционно, свобода выбора медицинского учреждения на территории Российской Федерации. Вот скажите, вот это уменьшение нормированного страхового запаса прямо или после мы с этим связаны или не спросили? Пожалуйста, две вопроса, три ответа. Дефицит – это как раз остатки на счетах, которые сформировались на 31 декабря. Здесь сразу я отвечу на несколько вопросов, которые были заданы. То есть это остаток средств субъекции федерального фонда, там 12,5 тысяч у нас осталось, но мы в январе направили в лечебное учреждение. Также остаток прочих поступлений по неналоговым доходам, штрафы 18 тысяч поступили, тоже мы так же их направили. Следующие два вопроса – остаток денежных средств иммунирующего характера за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профосходов 132 600 рублей и остаток средств на мирного страхового запаса на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 56,1 миллиона рублей. Эти средства ушли в доход федерального фонда, потому что были не востребованы. У нас получается 60 миллионов, которые из федерального фонда нам довели на софинансирование. Потребность была только 4,5 миллиона. То есть 56 миллионов ушли в федеральный фонд. Ушли они потому, что в нашу республику не приехали дополнительно медицинские работники устроиться. И остаток... Сергей Торуевич, недостижения налицо, да? Целеные показатели по госпрограмме у нас в проекту взрослого. А Фёна отмечала в заключении, какое счет на полу не востребовалось? Спасибо. Еще вопросы? Вот так, пожалуйста. Нет, а на обмену... А, извините, а на обмену запасу у нас, в принципе, в разы уменьшения нет. В прошлом году мы 145 миллионов только передвинули на выполнение нашей программы. Это в связи с тем, что шло уменьшение расходов на оплату помощи, оказанной в других территориях. То есть, если в 2021 году нам выставили счета на 400 миллионов рублей, 402 миллиона рублей, в прошлом году было на 408 миллионов рублей. Хотя вот, тремя годами раньше у нас всегда больше 500 миллионов выставляли счетов. Количество обращений тоже уменьшилось на 2,5 тысячи в прошлом году наших жителей. То, что граждане могут свободно выбирать лечебное учреждение, это закреплено, но это для получения первичной медико-санитарной помощи. То есть, они закрепляются в любом учреждении, которое на их выбор развивалось. Для получения плановой помощи необходимо направление от лечащего врача, это организация, в которой человек прикрепился. Экстренная помощь оказывается в любых учреждениях без всяких ограничений. То есть, Сергей Короче, исходя из вашего ответа, все хорошо, и 147 миллионов практически, да, уменьшение, это небольшая цифра. Конечно, я понимаю, средства и бюджет территориального фонда обязательно медицинского страхования настолько огромен, да, поэтому с учетом того, что на лицо, вижу, вы не взаимодействуете с полномоченным органом, с Министерством здравоохранения, вот в части той кредиторской задорности, в части лекарственного обеспечения, из раза в раз, исходя из заключения как бы и органов надзора, и собственных встреч с заявителями, мы видим, что проблема так и остается системной и неотработанной. То есть, на ваш взгляд, у нас проблем нет. Сергей Короче пришел на прием первичный к врачу, тут же врач тебе выписал рекомендацию, что тебе рекомендовано выехать за пределы республики, но давайте друг друга не будем обманывать, реальная ситуация совершенно другая. И просто не хочется об этом второй раз или уже очередной раз говорить, но это не решение проблемы, когда идут рекомендации, когда участковый врач, чтобы получать заработную плату, для того, чтобы получить добро с Министерства здравоохранения республики и рекомендации со стороны лечащего врача о том, что давайте лечить и здесь, ведь на самом деле мы работаем, и у нас есть заработная плата, поэтому, ну, Сергей Короче, по крайней мере, не будем друг друга обманывать. И такие радужные отчеты об исполнении бюджета, когда у вас терр-программа не выполняется, когда у вас количество нерабочего населения растет, ну, Сергей Короче, это не совсем корректно. Спасибо. На бюджетном комитете мы заслушали доклад о исполнении бюджета территориального фонса. Было много вопросов. И в том числе был вопрос о накоплении кредиторской задолженности больницами, да, в части отчисления заработной платы, это страховой взнос, это налог на доходы без лиц. И вы сказали, что принимаете некоторые шаги, работаете с депутатами Госдумы, с Советом Федерации, так. Но меня удивил тот план, что обращение, когда, по-моему, у министра, да, спрашивала, что все эти обращения поступили, были наплавлены не только в апреле этого года. Насколько я знаю, кредиторская задолженность накопилась давненько, да? Мы в прошлом году ставили этот вопрос, и в позапрошлом, во время пандемии все это накопилось. И до сих пор, получается, до апреля этого года фактически никто не дергался. И только вот, я так думаю, в преддверии, наверное, выборов Хурал, что вас подстегнуло, что в апреле 2023 года вы обратились, решили задействовать Иисуса, да, который мы имеем в виде депутатов Госдумы и наших сенаторов. Это первый вопрос. Почему так поздно реагируете? Хотя вы знаете, эта проблема у многих больниц накопилась. Второй вопрос. Вот мы заслушиваем отчеты, достаточно красивые, хорошие цифры, хорошее исполнение бюджета, но при этом на земле, во всех районах дефицит врачей. Вы прекрасно знаете, почему врачи сбегают из республики Калмыкии. Это низкие зарплаты и большой объем работы. Вот один знакомый врач мне рассказывает в Москве. Да, мне предложили в одном из районов достаточно высокую зарплату, для Калмыкии очень высокую, но вы представляете, я буду там один, единственный специалист на весь район. Значит, я буду работать без выходных и я буду ездить по всему району. Это очень тяжело. И хорошие специалисты отказываются даже на такую зарплату, потому что слишком большой объем работы. Вот какие шаги были предприняты. Я знаю, что поселки Цаганаман многие врачи просто уволились и решили работать в поликлинику юнотаевки. Почему? Астраканская область, там выше зарплаты у врачей. Человек ищет где лучше, рыба где глубже, да? Когда мы поднимем зарплаты нашим врачам. Сначала, почему так поздно, что вы пели обращение? Весь, получается, 22-21 год мы это и депутатами обсуждали, мы двигались немножко в другом направлении. Мы хотели увеличить коэффициент дифференциации в республике Калмыкия, чтобы субсидция была в большем объеме. Были обращения неоднократные в Министерство здравоохранения, в Федеральный фонд, там в принципе поддержали, но Минфин России это не только для его ответ, потому что этот коэффициент разрабатывается не только для системы здравоохранения, а в целом для республики, и тогда расходы увеличатся для всей республики. На это они не пошли. После этого мы начали двигаться, по-говоре с Нинздравом нашим, в другом направлении, чтобы нам помогли погасить нашу кредиторскую договорность, которая даже не с момента проблеме, она и раньше начала накапливаться в 17-е годы. Процесс идет, иначе двигаться в направлении, чтобы из Резервного фонда правительства Российской Федерации выделили СССР на повышение вот этих республиковских задолженностей. Дай Бог. Спасибо. Давайте то, что касается кадров, я думаю, это не только его, есть министр. Добрый день, уважаемые Анатолия Васильевич, уважаемые депутаты, приглашенные. Наталья Сергеевна, спасибо за вопрос. Двигаемся мы уже на протяжении и 21-22, и текущего года, и мой предшественник тоже неоднократно посещал и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования совместно с Министром финансов и Министерством финансов по этому вопросу. Да, действительно, как сказал Сергей Карлович, изначально двигались по вопросу увеличения размера коэффициента дифференциации. В настоящее время вопрос стоит в иной плоскости, плоскости прямой помощи с федерального бюджета, с Резервного фонда, что нам, собственно говоря, рекомендует и Федеральный Минздрав. Но в то же время для того, чтобы нам буквально сейчас переписывался с руководителем аппарата Совета Федерации по соцполитике по этому вопросу, письмо сейчас на рассмотрение, письмо главы региона обращения к Валентину Ивановичу сейчас перенаправлено в правительство России и находится на рассмотрении. Для того, чтобы нам получить эту помощь, скажем так, разовую в размере нашей территорской задолженности, безусловно, от нас тоже нужно принимать действия. У нас разработан план совместно с Минфином и Фомсом. Я думаю, что мы в текущем году приступим к постепенной его реализации. Касательно кадрового вопроса, ну вот мы с уважаемым председателем были в Юстинском районе буквально, насколько помню, месяц или два тому назад. Вопрос об обратной миграции сотрудников Янатаевской районной больницы в нашу больницу, в частности и прикрепление близлежащих поселков в Астраханской области к Юстинской районной больнице, о чем, собственно говоря, главный врач нам и докладывал. Здесь немножко обратный процесс идет, потому что пациентам из близлежащих сел в Астраханской области как северные, так и южнее цыганоманы удобнее обслуживаются у нас. Какие движения позитивные, как Вы сказали? Пополняются врачи новые или возвращаются? Как кадровый состав? В том числе реализуется федеральная программа «Зенхи-доктор», в рамках которой принято несколько врачей, в частности, самое главное – это первичная связь. Врач-терапевт с большим опытом на работу в настоящее время организует и профилактические осмотры, диспансеризацию работы идет. Кроме того, хочу напомнить уважаемые депутаты, что в 2024-2025 году продолжится реализация программы модернизации первичного звена, в рамках которой будет произведен капитальный ремонт и поликлиники. Это отдельные здания и стационары Евгений Синской районной больницы. Спасибо. Вы ничего не сказали об увеличении заработной платы врачам? Пожалуйста. Если уточнём, пожалуйста. Пока мы не решим вопрос с просроченной корректорской задолженностью, но, скажем так, указные параметры заработной платы мы выполняем с своей стороны. Безусловно, что основным вопросом удержания и привлечения новых кадров в регион, этот вопрос лежит в плоскости увлечения заработной платы. Мы видим, как в некоторых регионах создаются кадровые центры. При правительствах региона, насколько помню, в Хамбургской области создан кадровый центр. И в кадровый центр привлекаются не кадровики, собственно говоря, системы здравоохранения, а так называемые HR, которые формируют собственную повестку по кадрам. И основной момент – это не только предоставление жилья, улучшенного коттеджные поселки и так далее, а, безусловно, это увлечение заработной платы. Спасибо. Мы движемся, я так понимаю. Да, я думаю, мы движемся, но такими малыми шагами, что еще, наверное, идет в 10 класса. Еще вопросы, пожалуйста. Нет больше вопросов о решении комитета, Нормально Редич. А, Илья Валерьевна Валерьевна. Комитет народного хороа по плане Республики Камыки по бюджетственности и укримательной собственности, рассмотрев проект закона Республики Камыки по исполнению бюджета территориального фонда, обязательного медицинского страхования Республики Камыки за 22-й год решила. Рекомендовать в сессии народного парламента Республики Камыки приедете на законопроект. Решение комитета озвучено. В форме реплики, я хочу сказать, уважаемые коллеги. Ну, я так думаю, что движение есть. Действительно, они в прошлом году двигались, наши представители исполнительной власти, фонда. Ну, дай Бог, чтобы решение было в ближайшее время. Как-то надо активнее двигаться. Просим вас, потому что есть надежда у нас, у людей, которые нас смотрят. И кадровые дела, в том числе, более жестче и конкретнее надо работать с солевиками, с нашими. Их достаточно. До 30 человек каждый год мы как-то можем получить. Ну, интересно должно быть, конечно, и житейский, и зарплатный, и другой. Ну, для того и мы сидим тут все. И в исполнительной законодательной власти. Давайте проверим. Есть указные дела? Есть. Есть кредиторка. Если другого пути нет, ну, давайте с Минфином России решать, как это делать. Минфин, где же пути решения этого вопроса? Я думаю, есть в моем понимании. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте сэмпульсироваться сильнее. Давайте подготовимся к голосованию. Включен режим голосования. Большинство достигнуто решения принятые. Ну, я понимаю, даже те, кто воздержал все против, они за улучшение. Но с учетом будем говорить о тех пожеланиях, которые есть. Спасибо, присаживайтесь. Рассматривается второй вопрос в повестке дня. Это в виде избежания законы республики о республиканском бюджете на 23-й год и плановые периоды, соответствующие в 25-й годах. Но разговор больше идет о текущей ситуации. 23-й год. Пожалуйста. 10 минут. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные, ваше внимание представляется проект закона «Несильные изменения в законе республики о республиканском бюджете на 2023-й год и плановый период в 24-25-й годах». «Несильные изменения, оно связано с необходимостью изменения расходной части бюджета, увеличение поступлений на область доходов и изменение объема безладельных поступлений». Законопроектом предлагается увеличение доходной и расходной части республиканского бюджета в 2023-м году на 1,3 миллиарда и 7 миллионов рублей. Из этой суммы налога и неналоговые доходы предлагаются увеличить на 972 миллиона рублей, из этой суммы на 829,4 миллиона рублей предлагается увеличить план по налогу, который занимается по упрощенной системе налогообложения. На увеличение оценки поступлений в 2023-м году по сравнению с ранее представленным прогнозом облияния рост за эти три налогоподельщиков в текущем году это 1794 единиц, а также с учетом фактического исполнения на 1 июня 2023 года. На 1 июня тот план, который мы принимали в конце прошлого года, он исполнил в полном объеме 654,6 миллиона рублей, а 660 миллионов уже поступило на 1 июня 2023 года. По неналогным доходам предлагается отточнить план на 142,6 миллиона рублей с учетом фактического исполнения и исполнения депутатской додольщики, которая у нас сложилась на 1 января 2023 года. С учетом предлагаемых изменений объем налогных и налоговых доходов с публиканского бюджета на 2023 год предлагается среди суммы по 10 миллиардов 277 миллионов рублей. Безвозмездные поступления с федеральным бюджетом увеличены на 56 миллионов рублей. В них субсидии на 12,6 миллионов, сезенции на 16,1 миллиона рублей. Иные иные бюджетные трансферты предлагают уточнить на 27,5 миллионов рублей. Прочие безвозмездные поступления предлагаются увеличить на 8,5 миллионов рублей. Это поступление от государственных организаций, фонда поддержки детей, фонда развития территории. Расходную часть республиканского бюджета, как я уже сказал, предлагается уточнить также на 1,36 миллиона рублей. Известные суммы на 275,3 миллиона предлагаются увеличить назначение на социальное обеспечение отдельной категории граждан. На софинансирование и реализация мероприятий для достижения результата оригинальных проектов в рамках национальных проектов. На софинансирование индивидуальной программы социальной экономической организации предлагается дополнительно выделить 107,4 миллиона рублей. На финансирование резервного фонда правительства Республики дополнительно предлагается направить 29,8 миллиона рублей. На текущее содержание органов власти в госучреждении предлагается дополнительно направить 94,5 миллиона рублей. На финансирование мероприятий по содержанию мощных проектов, ремонта, реконструкции, предоставлении субсидий юридов предлагается на правительство сентября 5 миллиона рублей. На финансирование подготовки проведения выборов 64,7 миллиона рублей. И на финансирование программных и непрограммных направлений в направлении деятельности госучреждения органов власти для выдачи субсидий, инсульгенций и иных безбюджетных трансферов для рамках софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления. Подписывается дополнительно набрать 32,8 миллиона рублей. И на финансирование федеральной полномочий 16,1 миллиона рублей. И на софинансирование субсидий из федерального бюджета 12,6 миллиона рублей. Также на основании предложений главных распределительных средств республикатской бюджета с учленом перераспределения бюджетных осигнований по отдельным статьям бюджетной классификации пределов общего объема бюджетных осигнований, которые предусмотрены главным распределителем бюджетных средств. Таким образом, с учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета на 2022 год предлагаются утвердить вводерами доходы 25 млрд. 289,3 млн. рублей, расходы 25 млрд. 584,9 млн. рублей. И результат остается в жизни 95,7 млн. рублей. Данный законопроект предлагается в точнести параметры планового периода. По 2024 году предлагаются расходы на 864,2 млн. рублей. По доходам это увеличение с плана по УСН, налогу, который занимается в обращении системы налогообложений по расходам, увеличить софинансирование, софинансирование мероприятий для достижения результаты регионального проекта индивидуального проекта социально-экономического развития 795,1 млн. рублей на финансирование регионального фонда правительства 47,4 млн. В 2015 году расходы и доходы предлагаются уточнить на 897,9 млн. рублей. По третьим же направлениям, то есть на софинансирование реализации мероприятий федеральных проектов и программ на увеличение фонда правительства республики и планеты. И с учетом предлагаемых изменений параметры бюджета на 2024 год, по доходам составит 21,093 млн. рублей, расходом 21,159,066,2 млн. рублей. И по 25 млн. доходы 18,902,2 млн. расходы 18,385,7 млн. рублей. И это 516,5 млн. рублей из изменений в виде профицита. И, наверное, в заключении хочу сказать про состояние государственного долга по текущему году. У нас по отчетным данным на 1 июня будет долг 8,915 млн. если брать соотношение долга к налогам и налогам доходам, то это 91%. 104, да, у нас это было. На 1 марта я на комитете объяснял, мы в феврале привлекали бюджетные кредиты через коммерческие для того, чтобы закрыть и иметь ликвидность из-за внедрения нового инструмента, единого налогового счета. Это 185 было взыскание, которое сейчас у нас пока выранится, эта ситуация, средства возвращается, но не такими темпами. И, соответственно, здесь был привлечен к храме бюджетный кредит со сроком возврата до конца текущего года. И второй бюджетный на покрытие дефицита, его мы в мае перегнули, 424 млн. И, соответственно, сейчас у нас такая вот ситуация в футболе, то есть 815, если сравнить с началом года, то снижение на 15 млн. И если брать структуру, то на начало года, что это сумма 830, это 600 млн. комический, и остальная часть это бюджетный. И сегодня 815, это все бюджетные кредиты. И, соответственно, здесь мы на протяжении трех месяцев не привлекаем к храме бюджета, и, соответственно, здесь экономим на процентах. Если вкратце, то у меня по докладу все. Благодарю за внимание, прошу поддержать. Спасибо. 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 Значит, тоже, давайте так же. Вопросы. Пожалуйста. Чем вызвана необходимость принятия народным правом поправок в республиканский бюджет? Почему я задаю вопрос? В заключении, которое еще с парламентой республики в Каунте, в принципе, указалось, что необходимости внесения изменений... Нет, вы могли это все сделать, внести изменения в сходную бюджетную розпись. Второй момент. Почему проект закона о внесении изменений в бюджет региона был представлен только 2 июня в адрес народного права, накануне сессии 9 июня? Третий вопрос. Почему увеличиваете обслуживание государственного дома? Третий вопрос. И четвертый вопрос. Недостижение следует показать 22 госпрограмм, плюс заключение, которое были представлены прокуратурой республики Халмыкия и управление федерального науковой службы в части завышения расходных и доходных обязательств. Хочу сказать, все-таки заключение пятого вопроса. Как вы видите вообще развитие бюджетной политики региона хотя бы в ближайшие годы или полтора на варсе? То есть я хочу, почему я так вопрос задаю, хочу видеть вообще понимание того, как вы сегодня работаете и в каких условиях. Может быть, нам это недостаточно видно и очевидно. Вот виден абсолютный цифр и виден, как вы распределяете эти цифры. Может быть, мы чего-то не знаем, а чем следует спросить. По поправке необходимо снесение поправок, но это обусловлено тем, что в заключении счетной палаты есть ссылка на законно-бюджетном процессе не в 10% увеличение именно дохода части бюджета. Но мы учитывали тут, прежде всего, пожелания вас, как депутатов, когда на предыдущей сессии было пожелание все-таки, чтобы поправки вносились в бюджет в течение года, а не в конце года все собирали, удаканивали и пользовались им постоянно в несении изменений в бюджетную рост. Это первый. Второй момент, почему необходимо внести поправки в бюджет. Есть у нас такие новые, которые у нас до этого мы не предусмотрели при принятии бюджета в конце прошлого года. Ну, даже взять статью финансирования подготовки к проведению выборов депутатов народного права, плюс, допустим, финансирование резервного фонда правительства Республики Калмыкия, плюс, социальное обеспечение денег, которые было играть на 2,75-3 миллиона рублей. Это сумма, из чего образовалась, здесь мы предусмотрели, который мы направили в начале этого года на оплату за должность, которую мы положили по 22-му году, плюс, и новые меры поддержки, прежде всего, наверное, выплаты. Мы подключили контракт и принимаем участие в специальной военной операции. Соответственно, эти расходы мы в конце прошлого года не могли предусмотреть. Соответственно, сейчас для нас это новость, и их в бюджете вообще не было. Соответственно, здесь мы не можем воспользоваться правом бюджетной, внести не изменения бюджетного рост. Поэтому мы просим сейчас и больше с такими инициативами, внести не изменения, и провести все эти подправки через закон. Часть и позднего поступления, все-таки, ну, здесь, наверное, мы все-таки здесь, у нас принцип балансивности бюджета. Расходную часть мы подобрали, и под нее мы подобрали доходную часть. И здесь мы смотрели на исполнение, как у нас вкладывается исполнение по налогам и налогам дохода. Более-менее это стало понятно уже 20-20 числах мая, поскольку у нас ИНС, и такое было позднее, и в шоколе месяце, позднее поступление доходов. Соответственно, здесь мы посмотрели, что у нас можно по налогам и налогам, доходам, ну, какое у нас вкладывается исполнение, и подобрали исполнение доходной части, и под нее под эту расходную часть бюджета. Почему уличка обслуживания госдолга? Ну, мы когда принимали бюджет, была одна ситуация. Дошли мы, я уже сказал, с долгом 3,530, из которых 600, это коммерческие кредиты. Первые 3-2 месяца нам было необходимо все-таки, ну, обслуживать этот коммерческий долг. Соответственно, мы предусматривали сумму, когда доходили меньших объемов сейчас, на обслуживание этих процентов, заложили средства. Но я повторю, что ситуация сейчас выравнивается. Доходы, доходные поступления нам позволяют в течение мая, апреля, половины июня, декады июня не прыгают коммерческие кредиты. Соответственно, мы здесь экономим на процентах. По развитию бюджетной политики на среднесрочный период, но здесь, сейчас, наверное, у нас, как мы обсуждали это на прошлых сессиях, сформировали мы проект программы по увеличению доходного части и, соответственно, по эффективности использования расходной части. Я думаю, что мы этот проект разработали на сегодня с нашими министерствами, мы сейчас готовы еще более плотно проработать. Буквально здесь мы, ну, инфини, с карандашом работаем по каждому налоговому источнику, как здесь мы, насколько мы можем произойти в ближайшие 5 лет, вот каким источником, за счет чего, и, соответственно, где мы по расходам можем поднять эффективность и более-менее их использовать. Поэтому, надеюсь, если брать ситуацию, то по налоговому источнику, по УСНам, это есть позитивная динамика. Я думаю, что индивидуальная программа развития нам поможет. Здесь все части налогового поступления, это создание рабочих мест НДФМ, под ней позитивную динамику УСН и по сельскому хозяйству. Ну, и здесь, я думаю, тоже мы отдельно осмотрим каждый момент, и в части поступления УСН, и в части возможности арендной платы, и при этом мы рассмотрим возможность, как это можно поддержать через расходную часть в виде грантов. Здесь наше мнение, если-таки необходимо делать все же самые дополнительные поступления, какую-то их часть не просто проедать, снять такого решения, а уже направлять на поддержку по всей экономике, вот мы там Сергейна говорила, о поддержке хлебопекарной промышленности, и, наверное, тоже. Мы, в принципе, эти шаги первые делали в прошлом году, в части сельского хозяйства, поэтому, по-моему, эту динамику можно продолжать. Ну, а если говорить о социально значимых расходах, то здесь, наверное, нужно совместно работать над повышением платы труда работников в бюджете. Здесь у нас есть, конечно, отставания. Я вот, по-моему, даже сижу, по-анде-филлу, если бы в тренинге шестнадцати, надо проверить, как помните, какая-то есть. Все? Понятно? По вопросам? Ну, по-первых, в случае, получит. А, честно же, Ильич, вот при рассмотрении данного вопроса на комитете, я задавала вопрос, почему такая разница в прогнозе поступления налога по УСМ, да, совокупного, между прогнозом налоговой инспекции и прогнозом Минфина. Ведь разница 500 миллиардов. Это не погрешность, это полмиллиарда. Ой, 500 миллионов, это большая сумма. Вот я внимательно сейчас еще просмотрела заключение КСП на этот законопроект и вижу, что предполагается увеличение госдолга почти на эту же сумму, на 600 миллионов рублей, да, на 1 января 2024 года. То есть, получается, что вот эти вот полмиллиарда будут закрыты за счет увеличения госдолга. Стоит ли нам тогда вносить изменения в бюджет Беспублики Калмыкия? Тем более, вот по расходам, я смотрю, конечно, очень хорошо, что мы контрактникам там будем платить по 120 тысяч. Но на эти расходы, насколько я поняла из вашего ответа, предусмотрено где-то 200 тысяч. Не дайте мне соврать. В целом социальном обеспечении мы предлагаем влечься расходы на 275 и 2. И СМИ где-то 200 миллионов, да? Это вот на эту статью. Целом на социальном обеспечении 275 миллионов рублей, но в том числе какая-то сумма там именно на эти выплаты. То есть, вот чисто только из-за этих выплатов эти изменения в бюджет даже вносить не надо. Их можно найти и в том бюджете, который мы принимали. Тем более, вот вы уверены, что у нас увеличится поступление по УСМ. И вы говорили в ответе, что вот налоговая считает по декларациям, да? А мы считаем по карсаму, да? Исполнению. Но вы, извините, налоговики раньше вас видят поступление от организации по УСМ. Согласны? Ведь они же постоянные акты сверху делают. Конечно, они видят эту картину лучше вас. Вы, Минфин, видит позже. Как это такая, как получилась такая разница? Ну, ответ ваш я знаю. Я просто, мне не нравится то, что вот это увеличение доходной части пойдет за счет увеличения госдолга на 600 тысяч рублей. Фактически вот из закона проекта можно сделать такой вывод. Вот это последнее, составляющие вопроса, пожалуйста. В части увеличения госдолга, я не пойму, откуда такие данные, у нас нет увеличения, если брать и сказать, это текущая ситуация, увеличение государства андолга. У нас в части 238 миллионов будет привлечение инфраструктурного бюджетного кредита. Но мы должны вернуть по графику Минфин бюджетные кредиты в конце года 135, и сейчас вот 100 миллионов, то есть 225 миллионов. То есть у нас не предполагается, исходя из данного миссионного законопроекта, увеличение государства андолга. Хорошо, все, еще вопросы. На следующий, пожалуйста. Ассен Андреевич, вот вы указали там несколько показателей, которые вы хотите там увеличить, да, с помощью в достижении увеличения дохода бюджета. У вас, это перечислили там УСН, есть СХН, ДФЛ, ну это так, очень шатко, потому что я не вижу, например, там риска увеличения СХН. УСН, по-моему, на пределе уже не будет увеличиваться, потому что там много вопросов по регистрации и так далее, да, компания. И много, очень большая реакция на места тех субъектов, откуда уходит платежечка УСН. Поэтому там такого прироста я, например, не вижу. И я вижу другое, что у нас доходы федерального бюджета уменьшаются. Об этом пишется в центральных рейсах, в официальных источниках информации, потому что расходы другие растут. А все у вас держится на всех деньгах, которые поступают в федерации. Поэтому никаких других таких здравых и перспективных источников мы не указываем. Поэтому расходы растут, это понятно, зарплата, тарифы, все растут. В том числе и бюджетные расходы, да. Даже в больнице там электроэнергия использует газы и прочее. И бюджет, нет увеличений, на которые вы надеетесь. То есть нельзя надеяться на пустоту. Поэтому я все время голосую против вашего бюджета уже с первого дня депутатства своего. И каждый раз это подтверждается. Сейчас у вас там маленькая радость, что у вас долг упал до 8 миллиардов, до 515 миллионов. Вы там какие-то 15 миллионов радуетесь. А вместе с тем он не совсем недавно у вас был, почти 10. И я вижу дальше увеличение этой цифры. 8,5 миллиарда это такое временное колебание, я считаю промежуточный результат. Госдолг у вас только будет увеличиваться. Поэтому никаких факторов таких, которые ведут к спокойствию, к радости какой-то в вашем голосе. Их нет. И поэтому эти доходы, которые есть в ХН и ДПЛ, они не такие большие, чтобы тоже там существенное оказание. Рост. И у нас хватит слушать фантазеров таких. Вот сидит там Дмитрий Трапезенко, его сейчас там увидел, за большой спинномер Кучеева. Он тоже там заходил мэром, обещал, черт знает какие-то проекты фантастические. О личности я буду переходить. На все равно нельзя. Ну вот он аккуратно сельское хозяйство. Он сельское хозяйство, если по телевизору видел, и то хорошо. Мы же все это знаем, понимаем. И те проекты по городу, какой-то он одного заведующего химчистик притащил, суперпроект, который быстро раскрылся. Сейчас интернет же все владеют информацией. Быстро раскрылся инвестор, суперинвестор появился в власти. И вот человек, который работал мэром, дальше его делают зампредом, это что за кадровая политика? Это что за финансовая политика? За что платить человеку зарплату, который ничего не делает? Который наболтал и сидит как мышь. Сейчас, Носович, понимаете? По вопросу. Вот надо экономить на зарплате таких людей. И я уже давно тоже, вот Наталья Сергеевна сегодня и говорил, я давно говорил, что сокращение босс-аппарата и совмещение администрации и так далее, все это надо делать. Пока мы этого не сделаем, у нас просто проедание средств. И причем не наше. То есть займы у вас увеличиваются. Я еще раз говорю. Нет никакого убедительного аргумента в том, что он будет понижаться. Поэтому вы констатируете факт, как зампред и как министр финансов, вы все время плететесь в хвосте событий. Вместо того, чтобы реально найти механизмы, они существуют. Они существуют. Для того, чтобы повысить бюджет. Председатель правительства тоже вам в этом ничего не поможет, потому что человек всю жизнь работал юристом в Минэкономике. Но откуда она может владеть отношениями экономики целой республики? Ничем. Только одеть краску, как вы все делаете. И едете на стройки, и там видеосъемки ведете. Это тоже работа. Бурная, да, это как называется, бурная имитация деятельности. Я прошу прощения. Министр культуры там. Председатель правительства, министр культуры, это залгустение. Я прошу. Этот цирк уже пора закрывать. Вместе с глобой тоже циркачем. Все это вот этот цирк, надо его отправить на гастроли куда-нибудь в другую. А здесь нормально, здраво заниматься оздоровлением экономики. И не говорить вот эту чушь нести, да, которая вот ничем не обоснована. Я вот слушаю, слушаю каждый раз, и меня просто удивляет. Какой рост ЕСХН, если сегодня у вас 26% падения, специальная статистика, да, в сельском хозяйстве. 26% вы никаким приростом 0,2% никогда не закроете. На этом нам понадобится 50 лет, а за 50 лет это все еще тысячу раз изменится. Черт, Нанцевич, время, а то другие будут обижаться. Антон Васильевич, у меня уточнение по моему вопросу. А что, Санжич, вы сказали, откуда я взяла 600 тысяч? Вот я открываю заключение конторной счетной палаты, таблица 8. Верхний предел госдолга, действующая редакция закона, да, о бюджете на 2023 год. На 1 января 2024 года 8 миллионов 23 миллиона. Верхний предел госдолга, предлагаемый законопроектом изменения на 1 января 2024 года, 8 миллионов 623 миллиона. Изменения плюс 600 миллионов. Это вот циклы, взятые у меня из этой таблицы. Спасибо. Пожалуйста. Еще зацветы такие. Действительно, получается, что изменение, вот эту вот разницу в прогнозе между налоговой и Минфином, вы собираетесь закрывать за счет возвращения госдолга и все циклы? Нет. У нас дефицит 195 миллионов рублей. Источник покрытия этого дефицита, источник покрытия этого дефицита, это инфраструктурно-бюджетный кредит. И я вам рассказал по цифрам, как это вклад. 238 привлечения, 238 мы его тратим. Спасибо. Есть еще желание высказаться по этому вопросу? Выступление, да. Пожалуйста. Уважаемый отчет Андреевич. Согласен, не вас касается, а я в целом. Все другие коллеги. Ну, на личности, давайте, я с этим говорю. Все мы разные. Анатолий Васильевич, а кто управляет ситуацией? Личностей. Поэтому личности надо и касаться. Это во-первых. Во-вторых, существует один способ, только он изобретен человечеством, да? Повышение прибыли, это понижение затрат. А в затратах вы все время растете. У вас количество чиновников, советников, там и так далее, да? На всех этажах уже места вам не хватает. Парламент не растет. Парламент вырос с тех времен. Помните, я еще вам говорил, он когда-то занимал третью часть этажа, а сегодня занимает весь этаж. И причем плотно довольно сидят. Это субъективное мнение. Это не субъективное как раз, а самое объективное мнение. Уважаемый отчет Андреевич, ну, коли так получается, что каждый раз на сессии жарко, не потому, что кто-то, как говорят, в кулуарах и пишут, в социальных сетях, да? Кто-то хочет пропиариться и так далее. Вот такое живое обсуждение, публичная площадка, которое предоставлено депутатом Народного Курала, это возможность высказать проблематику и предложение совместно отработать. Вот с учетом того, что 2 июня вы только внесли проект закона, точнее не вы, а глава республики Калмытия определила с официальным докладчиком, такие сжатые сроки говорят о том, что, в принципе, эта практика должна быть исчерпана. Почему? Ведь обсуждение, которое происходит на площадке парламента, говорит о том, что давайте, наконец-то, создадим совместную рабочую группу. Ведь коллеги депутатов высказывают эту позицию, они говорят о том, что есть боль, есть ворох нерешенных проблем, начиная от сельского хозяйства. Я чувствую, что вы об этих цифрах знаете. Конечно, трудно рассуждать, когда на официальном сайте Министерства экономики текущая социальная экономическая ситуация за вчерашний день буквально указана январь-март. Мы с вами уже живем в июле месяце. И тем не менее, исходя из текущей социально-экономической ситуации, основная отрасль, о чем говорят коллеги, сельское хозяйство у нас в минусе. Понятно, что можно говорить, что засуха, но сколько про эту засуху не говори, уже все прошло. То есть на сегодняшний день эти аргументы уже не работают. Аргумент работает один. И я еще раз говорю, Ачирс Андреевич, обращаясь к вам, понимая, что вы все это потянуть один сам не сможете, здесь должна быть добрая воля консолидироваться. Если об этом говорит президент, давайте мы на республиканском уровне совместно все-таки создадим эту рабочую группу по инвентаризации расходных обязательств. Ведь у нас есть белые пятна, и мы об этих белых пятнах знаем. Мы знаем, насколько можно нарастить непрограммную часть, при этом в отчетах контрольно-счетных палаты и при проверках финансовых уполномоченных органов. Налицо видны прорехи. Поэтому есть огромное желание от депутатов, поскольку мы живем в своей республике и готовы вам помогать. Не воспринимайте это как такую критику дилетантскую, пытаясь сказать, что коллеги на этом хотят собрать какой-то приз или следующий лейтмотив. Хочу сказать о честном жизни. Давайте совместно отработаем. Мы только за консолидацию, за инвентаризацию всех расходных обязательств республиканского бюджета. И тогда можно выстроить структуру, над чем будем работать. Да, мы говорим о развитии экономики, при этом понимая, что мы не вкладываем в сельское хозяйство столько, чтобы получить отдачу. Мы говорим о поддержке предпринимательства, но при этом накрываем их проверками надзорных органов, при этом создаем им административные приконы и так далее. Но в конце концов, давайте вместе объединиться и работать совместно. Спасибо. Спасибо. за пожелания, уважаемые, это ищение комитета. А в 200. Николай Иванович, пожалуйста. Сейчас, значит, понятно, что сегодня мы принимаем в правдиве бюджет. Я скажу, что я согласен с коллегами о том, что, конечно, серьезно, я бы хотел бы все-таки здесь не согласиться с мнением о том, что все-таки сельское хозяйство, это не бюджет, и все остальное. Ну, скажу так, за последние 20 лет мы влили в сельское хозяйство, федеральных денег почти около 25 миллиардов. вопрос, эффект, уже о коллеге об этом говорили. Никто вообще не мониторит, деньги вкладываются, и сегодня на рынке мясо стоит 550 рублей. Ну, куда вкладываем деньги? Овощей нет. Риса на прилавках магазина нет. Его знаете, как продают? В мешках, в антисанитарных условиях, вот там на рынке, на первом районе. В частном порядке. Еще неизвестно, да рис какой он. Он прошел, скажем, обработку, и могут ли у людей есть или нет. Шерсти тонкой, полутонкой у нас нет. Сегодня, значит, госрезерв просит, значит, от 2,5 до 5 тысяч тонн шерсти, миллионов свою шерстенность, мы не можем поставить. Зачем тогда, получается, мы вкладываем эти деньги? Да, надо сегодня поддерживать сельское хозяйство, но давайте мы все-таки признаемся, сегодня все, все сельское хозяйство, сегодня является частным. Мы вкладываем государственные деньги. Тогда давайте мы выстроим тогда отношение, что стоит с этой стороны, кто должен поставлять на рынок это все, через 7, что мы ведем государственную поддержку. Какой эффект от этого? Мы уже говорим об этом, вот сколько, 10 лет мы два созыва, значит, мы об этом все время говорим. Вы нас слушайте внимательно, кивайте головой, но самое главное, эффект от этого нет. Вот сельские хозяйства, министр всех хозяйств и спонсовщих хозяйств, если нет, если бы хотел, чтобы в следующий раз и поддержим коллегу, все-таки давайте мы заслушаем все-таки министра сельскохозяйств, с помощью обязанности, на правительственной части. Пусть он нам все-таки скажет, куда мы идем. Дальше так продолжать невозможно. И поэтому, сейчас же пожелания будут такие. Вы министр финансов, зампред, курирующий, значит, весь финансовый блок, отвечая еще за него. Надо быть пожестче в этом отношении. По крайней мере, значит, сегодня на поправке, когда бюджет мы принимаем, нужно же ясно понимать. Конечно, мы за поправки примем, и естественно, конечно, будем голосовать, потому что они сегодня без этого невозможно будет работать. Всему народному хозяйству и социальному блоку. Поэтому еще раз говорю, попередитесь, определитесь, куда мы стоим эти деньги, и какой будет эффект на будущее. Спасибо. Спасибо. На слово, уважаемые члены, уважаемые коллеги, на самом деле, хотелось бы сказать пару добрых слов от нашего докладчика. Мы получаем поправки по результатам шести месяцев работы, как обычно, предприятия. То есть, когда уже что-то поправить, это вообще невозможно. Это большой плюс. Дорогие на комитете действительно очень подробно рассматривали все поправки, мы понимаем, что за ними стоят строительство, реконструкция, реконструкция дорог, потому что проектно-смертная документация были с готовыми годом ранее, а цены действительно, как заметили коллеги, меняются. Поэтому я рад, что вы сегодня выносите эти изменения для того, чтобы мы потом по концу года действительно приняли все объекты в эксплуатацию и говорили, что да, мы совместно усилили, приняли все возможные меры, даже в этих небоскоскорных ситуациях для того, чтобы решить поставленные задачи, которые мы ставили при принятии этого бюджета. Мне все спасибо. Уважаемое решение комитета. Комитет Народного права парламента Республики Калмыки по бюджету экономической политики предприятия собственности рассмотрел проект закона Республики Калмыки о изменении закона Республики Калмыки обсуждения решения. Ну на самом деле вот смотрите, я привела цифры, хоть я, честно, женщине соглашается со мной, но от математики не убежишь. Получается, что вот эти изменения, разрыв полмиллиарда будет закрываться за счет увеличения госдолга на 1 января 24-го года. И такая, это есть в данном законопроекте. Никуда мы от этого не денемся, мы наращиваем госдолг. И мне не нравится, что в расходной части мы увеличиваем финансирование из Грекома Республики Калмыкия. То есть мы предусматриваем три дня работы. Мы увеличиваем финансирование, например, Министерства Центрального Развития. Вы знаете, Антолий Васильевич, мы каждый год увеличиваем финансирование этому министерству, я просмотрела, это очень прожорливое министерство. Результаты работы этого министерства мы не видим, а финансирование постоянно выше, чем мы закладываем в бюджете. Мне сказали, что эти деньги пройдут на погашение кредиторской задолженности. Да что это за министерство, которое из года в год увеличивает свою кредиторскую задолженность? Наверное, нужно ставить вопрос о соответствии министра, занимаемой должности. Ведь, вот посмотрите, я немного просмотрела, как было в прошлом году, то же самое мы увеличили финансирование именно этому министерству. Я не против, например, увеличения здравоохранения, образования, но почему министерство цифрового развития? Оно должно обходиться малыми деньгами, это министерство цифрового развития. Результаты работы не видны. Поэтому я считаю, что увеличивать, вот носить изменения, рассчитывать только на увеличение госдолга на 600 миллионов рублей в этом году нельзя. Спасибо, хотя мы министерство цифрового развития, значит, цифры должны развиваться, расти. Мы заслушали заседание, кстати, дали положительную оценку и работу, если вы помните, общую. Не я, мы все ее давали и показали, что он идет на дорогу. Очень разжорливая министерство, но он может работать. Давайте, решение комитета озвучено, реплика понятна, давайте режим голосования включайте. Уважаемые коллеги, большинство достигнуто, решение принято, но с учетом замечаний надо работать совместно. Спасибо, присаживайтесь. Уважаемые коллеги, вопрос номер 9. Наталья Сергеевна в перерыве. В перерыве. Рассматривается проект закона о внесении в день закона республики о лицах, занимающих разбористные должности в республике. Калмыкия обносится по курорам, докладывает будет Арслан Александрович Мухлаев заместить по курорам. Уважаемые коллеги, посмотрели бы проект? А, если есть вопрос, давайте она без доклада. Пожалуйста, вопрос. Арслан Александрович, уважаемый, скажите, пожалуйста, что помимо приведения в соответствии с федеральным законом, та норма, которая будет работать по лицам, замещающим государственные должности, каком вообще порядок подачи уведомлений, каком механизм и после принятия закона каким образом вы уполномочите органы исполнительной власти и вообще органы государственной власти работают с вами? А, нет, да, вопрос у меня? Мы предлагаем привести в соответствии с федеральным законодательством и согласно данному федеральному законодательству у нас получается порядок определен для этого уведомления органов прокуратуры либо других государственных органов об указанном случае. Срок также определен. Необходимо не поднять эти идеи и сообщить об этом. понятное уведомление мы тоже к этому приложили. Приложение номер один. Это для образца уведомления о фактах обращения к цели склонения к совершению концу проложения. Можно вопросы? Сейчас я задаю вопрос. Закон заработает. Уведомления есть. Это все понятно. Образец есть. Вот лицо замечающих госдолженность понимает, что его склоняет к коррупционным правонарушениям. То есть оно заполняет это уведомление, идет ножками в прокуратуру республики и приходит к вам в кабинет. То есть телефон горячей линии, на сайте. Вот этот механизм права применения я у вас как раз и уточню. Спасибо. Вам если обратить внимание, у нас органы прокуратуры либо другие государственные органы. То есть лицо, которое принимает решение о порядке подачи уведомления, сам определяет, куда ему идти. Такие уже факты были, не касаемо лиц замещающих государственного новости. Другие факты были. И в принципе механизм работает. То есть звонить будут коллеги, лица замещающие, на горячую линию прокуратуры или приемную прокурору, помимо государственного органа. Я спрашиваю о правоприменении на работе прокуратуры. я вопрос до конца не понял, но смысл мне кажется там вполне определен. В случае поступления и возникновения необходимости уведомления об этом, лицо сам заполняется согласно этому формуляру и обращается в прокуратуру либо другие государственные органы, в том числе можно например обратиться в ФСБ для документирования этого. Все, что тут непонятно? Ну непонятно сам механизм, я же говорю, лицо написало это уведомление, куда оно должно ему подать это уведомление? Вадим прокуратурой, то есть расскажите, как вы будете на обратное время? У нас един централизован нет такого. Скажите, я же об этом вопрос. Спасибо, Наталья Зина. У меня вопросы. Асланка Александрович, я очень рада видеть вас в народном курале, потому что вот у меня на руках ваш ответ за вашей подписью с прокуратурой. По сути вопроса. Посмотрите, что вы пишете. Относительно доводового обращения о непредставлении главы Республики Галмургии Хасиков в межекодных отчетов результатов видимости разъясняют, что нефедеральное и региональное законодательство не содержит порядка заслушивания отчета главы региона. У меня вопрос. А вы можете расшифровать, что вы понимаете под порядком заслушивания отчета главы региона? Мы посмотрели правоприменительную практику, как вы любите выражаться, и не увидели, в общем-то, есть такой порядок для муниципальных образований, но для ЗАГС-собраний... Объясните, пожалуйста, я сразу вас поправлю. Он ответит в разном если понадобится. Сейчас... Нет-нет-нет, ну подожди. Он же это подписывал. Я же вам одно и то же повторю. Мы за рыбу, вы за рыбалку. Почему? Мы сейчас разговор ведем о другом документе. Давайте мы документы обсудим. Ваш вопрос, он возможен, но есть разные у нас. Для этого прокурор присутствует, он вам ответит. Поэтому не надо по другим вопросам. Мы сейчас прокурору можем 100 вопросов задать. 100. У меня 20 есть. Но это его подпись стоит. Нет, по этому вопросу. Давайте еще вопросы, пожалуйста. Его подпись стоит под незаконным. Понятно. Значит, нет больше вопросов. Желающие выступить, нет. Решение комитета, пожалуйста, Николай Николаевич. Решение комитета рекомендаст Народного хорала Республики Палмыки принять данные законопроекта. Решение комитета озвучено. Прошу подготовиться к голосованию. Режим голосования включить. Большинство достигнут. Решение принято. Спасибо, Расман Александрович. Присаживайтесь. А мы продолжаем нашу работу. И рассматривается вопрос номер 10. Проект закона. По внесению изменений в статью 3 закона Республики о некоторых вопросах Наталья Серина успокоилась. В сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества моноквартирных домов, расположенных на территории Республики Калмыкия. Уносится правительством республики поручено доложить заместителем министра ЖКХ Немгеру Инжи Григорьевич. Вот, пожалуйста, уважаемый председатель, есть предложение поправить? Уважаемые коллеги, нет возражений. Нет возражений. Если нет, то решение комитета можно. Не заслушиваем. У меня вопрос. Ежегодно Инжи Григорьевич, вы будете устанавливать по нормативным правом актам сумма отчисления. Скажите, какие компоненты и критерии будут учитываться при определении этой цены ежегодно для граждан Республики? Добрый день. При установлении минимального взроса капитальный ремонт ведется за основу тот минимальный размер, который был установлен уже на текущий год и с учетом индекса потребительских цен или индекса по строительству он индексируется. То есть если индекс потребительских цен выше, чем индекс по строительству, тогда применяется индекс потребительских цен. И наоборот. Он будет установиться ежегодно теперь. Раньше было 3 года то же самое. Да, раньше было установление на трехлетний период, а сейчас просто становится то есть это решение будет приниматься полномоченным органом, исходя из реальной социально-экономической ситуации в регионе. С учетом проживочного минимума и так далее. Вот этот вопрос социальной направленности. Будет применяться индекс потребительских цен, который установлен в регионе. Или индекс потребительств, который установлен в институте России. Ежегодно. Ежегодно. Есть прием социальной карте. У нас формироваются исходя из социальной коммерческой регионе. Спасибо. Если нет, пожалуйста, Болтый, Валерий Сеич. Компет народного права по мере в Калмыкии по мере законности строительства и реакции собственности. Рассмотрел проект закона республики Калмыкия о внесении изменений сочеток закона республики Калмыкии о некоторых вопросах сферы вести чтение проведения капитального ремонта общего имущества на двух активных домах расположенных на территории Республики Калмыкии решил рекомендовать народного права парламента Республики Калмыкии проведение законопроект с учетом следующих изменений наименовании законопроекта слово изменений заменить словом изменения уже решение комитета озвучено после обсуждения возникли реплики нет если нет прошу подготовиться голоса в режим выключаем голосуем спасибо Ильи Григорьев спасибо уже мои депутаты мы продолжаем нашу работу вы присаживайтесь рассматривается одиннадцатый вопрос о внесении боев закона о внесении изменений статью 19 закона Республики об организации работы по оценке по пищи в республике колонии вносится правительством поручено долучить Министу образования и науки Булган Борисовна по проекту есть вопросы может быть по проекту тогда уважаемые коллеги включите микрофон в записку уважаемый Анатолий Васильевич единственное то что было озвучено на комитете Булган Борисовна приняло к сведению хотелось бы чтобы действительно заработная вклада сотрудников комиссии подавания совершеннолетних была немножко проведена в соответствии до реки потому что так как появляются у нас дополнительные единицы соответственно должны появиться дополнительные должностные обязанности потому что сегодня они получают там смешные деньги а нагрузка непременно большая Булган Борисовна не возражала нет хорошо пожалуйста решение комитета озвучено договорились по проекту давайте включим режим голосования единогласно спасибо вам за подвык вопрос спасибо спасибо Продолжение следует...